Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился Т-25. Не самый лучший средний танк 5 уровня, премиумная машина, но, ребят, за полторы тысячи золота к нему положили целых 14 дней према, к нему положили целых 10 сертификатов Х5, которые существенно помогут вам прокачать какую-нибудь веточку, ну, либо поднять вам свои копилки, если будете играть на премиумных машинах. Что касается, ребят, внешнего вида, то данный каму не является его уникальным внешним видом, просто камуфляж, который конкретно к машине не имеет абсолютно никакого отношения. Ну, я имею в виду, есть каму, которые действительно разработаны именно под эту машину, как то, допустим, для акулы, либо для Т-77, а в данном случае просто камуфляжи. Короче говоря, ребят, что касается экономической выгодности, да, окей, абсолютно экономически выгодное предложение с учетом 14 дней према и сертификатов. А вот что касается самой машины, то особого удовольствия, поверьте, вы получать не будете. Дело в том, что орудие здесь имеет перезарядку в 7 с копейками в секунд, и для 5 уровня это уже много. Альфа 160, не так уж и много, хотя многие средние танки 6 уровня могут похвастаться такой цифрой. Есть показатель минус 10 по УВНам, но, ребят, особо бодро это не помогает, потому что на неровностях удобнее прицеливаться, но от башни абсолютно не поиграешь. Штанг очень-очень высокий, у него очень большая башня, она не сплющенная, она вот как раз дыбится вверх, и здесь абсолютно нет никакой приведенки, а лоб башни абсолютно картонный. То же самое касается и верхнего бронелистам, короче говоря, его даже выцеливать не надо, можно просто закидывать в него без сведения. Абсолютно честный обзор на данную машину на канале уже есть, ссылочка вот здесь наверху, переходите, посмотрите, добавлю дополнительные ссылки и в описании под данным видео. Кроме того, ребят, пока запрыгиваем в бой, я хочу сказать в очередной раз спасибо большое Владимиру, который стал первым спонсором моего канала. Володя, огромное тебе спасибо. Ребят, берите пример, поддерживайте уникальный, нестандартный контент. Хватит поддерживать каналы, на которых вас, не знаю, изо дня в день кормят одними тем же, и в принципе ничего нового там, как правило, не появляется. Поэтому, друзья мои, становитесь спонсорами канала, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, все это помогает развиваться каналу, становиться больше, ну и попытаться подвинуть немножко тех мастодонтов, которые давно оккупировали Ютуб и никого туда не пускают. Итак, друзья мои, все, продолжаем заходить в бой, дождемся боя, ну и дальше будем продолжать обсуждать Т-25. Итак, друзья мои, запрыгнули в бой, и как я уже говорил, Т-25 далеко не предел мечтаний. Дело в том, что данная машина, она хоть и обладает хоть какой-то подвижностью, но это единственный, наверное, ее плюс. Все остальное ей только в минус. Время сведения, как видите, заявленное, довольно неплохое, но по факту в бою отыгрывается очень плохо. Я сейчас квасиком выцелить нормально не смог. Что касается, ребят, того, чтобы перебрасываться по карте, да, удобно, но этим сыт не будешь. Что касается урона, 160, вот сейчас какой-то, я не знаю, уникальный рандомный рикошет, откуда он сейчас здесь взялся. Я сам удивлен, честно говоря, потому что брони у данной машины, как я говорил, абсолютно-таки нет. Что касается точности орудия, в основном точно отстреливает. Я не могу сказать, что будет дискомфортно на нем играть на дальних расстояниях, но на ближних расстояниях вы постоянно отхватываете и идете в размен абсолютно не в свою пользу. Ну, здесь я уже виноват, без вопросов. Не выцелил комбашенку. Углы склонения орудия вниз минус 10, но даже на вот таких вот неровностях тоже не сильно бодро и приятно отыгрывается. И я отправляюсь в ангар. Вот так вот и получается. Говорили, говорили. И, в принципе, все это дело и доказываем на тех попаданиях, которые получаем. Как вы видите, лоб башни получил два пробития и абсолютно спокойно. Башня просто огромная. Выцеливает ее абсолютно легко. Что касается бортины, понятное дело, что бьется, он, в принципе, бьется везде, где только можно. Я очень часто говорю по поводу того, что в нашей игре, ну, нет машин, которые плохие. Есть просто машины, которые нам подходят или нам не подходят. Поэтому про Т-25 я не могу сказать, что это плохая машина. Но в то же время я могу сказать, что в ней абсолютно ничего хорошего нет. Ну, может быть, разве что подвижность и хорошая точность. Но не более того, вы не будете получать особого удовольствия на игре, господи, играя на этой машине. И абсолютно не будете получать прибыли какой-то, потому что это далеко не фармер. Короче говоря, ребят, вы, в принципе, ничего особо от этого према получать не будете. Если бы не 14 дней према и те 10 сертификатов X5, которые есть в комплекте, и они тоже денег стоят, то я бы говорил о том, что данный набор абсолютно не стоит вашего внимания и не стоит тратить на него свою кровную голду. Стоит же купить данный набор? Ну, только лишь в случае, если вам очень сильно нужны 14 дней према и сертификаты, потому что сама машина, поверьте, вам особо не нужна. Если я правильно помню, то данную машину вообще бесплатно даже раздавали, поэтому особой ценностью ее не назовешь. Сейчас заедем еще в одну каточку, попытаемся еще раз, может, как-то более аккуратно, более осторожно Т-25 реализовать. Но все-таки средний танк, на котором нельзя поехать в бой, на котором нельзя немножко кому-то подсветить, на котором ты боишься постоянно попасть в прицелы твоих соперников, ну, как-то не сильно заходит, как мне кажется. Если говорить откровенно, то я бы вам рекомендовал, если уж прям сильно хочется пятерку себе взять, средний танк, то лучше присмотритесь все-таки к ПЗ-5-4. Эту машину вы всегда можете купить в ветке исследования. В конце концов, на нее порой бывают неплохие скидки, и она порой выходит на продажу за довольно-таки приемлемый ценник в 2000 золота в составе какого-нибудь приятного набора. В то же время, за 2000 золота, недавно, ребят, продавали, ну, не знаю, тот же самый сарай, он же Игорек, она же СУ-100У. Короче говоря, ребят, есть варианты получше. Ну, вот, как есть, так есть. Не знаю, что-то в последнее время я зачастил с обзорами, в которых я говорю о том, что машина далека от идеала, и про некоторые машины говорил о том, что не стоит вообще их рассматривать. Ну, и скоро, наверное, все подумают, что я какой-то хейтер блицаем, которому все не нравится. Но нет, ребят, есть, есть в наших магазинах порой годное предложение, за которое я готов топить до последнего и говорить с пеной у рта по поводу того, что эта машина, ребят, стоит вашего внимания. Но явно, явно не Т-25-ка. Так, отходим назад. Радует то, что у экранированного время перезарядки довольно долговатое, поэтому есть возможность откатиться. Давай, поднимайся, будем с тобой перестрелку устраивать. Ну, вот как-то так, ребята, играется постоянно. Где-то затихарившись, где-то спрятавшись, работая вот так вот выстрел спрятался, выстрел спрятался, и так постоянно. То есть, если вдруг вы там куда-нибудь выпячиваетесь на передовую, будьте готовы к тому, что вас отправят в ангар, поэтому ни в коем случае первым никуда не едьте, если уж все-таки купите себе Т-25-го, либо если вдруг вы его имеете. Я ни в коем случае никого никогда не учу играть в танки. Ну, просто лишь потому, что я не являюсь суперпрофессионалом, да и, в принципе, кто я такой, чтобы кого-то чему-то учить. Я могу поделиться своим мнением, могу вам дать от себя совет, рассказав, почему я в игре делаю именно так, а не как-то иначе. Ну, вот, допустим, я не рассказываю по поводу того, что оборудование можно правильно или неправильно ставить. Ребята, оборудование, допустим, на танчик можно ставить удобно для тебя, либо неудобно. И здесь нет в игре понятия неправильно. Есть комфортно, дискомфортно, есть приемлемо-неприемлемо, выгодно и невыгодно, но не более того. Такс, давай. Поработаем по тебе, накидаем тебе немножко урона. Не успел, добрали наши союзники. В этом бою как-то более классно все сложилось. Не поехали первыми, была возможность нормально пострелять по врагам, которые были отвлечены на союзников. И именно поэтому плюс-минус какие-то годные результаты мы получаем. И то, ребят, тысяча урона, ну, согласитесь, далеко не самое годное, что может быть. Но, опять-таки, с живучестью данной машины даже это можно считать выдающимися результатами. Что касается фарма. С учетом према-аккаунта, здесь у нас получается довольно неплохая цифра, как для пятерки. Это с учетом того, что мы заняли среднее место в команде по урону. 40 тысяч. По-моему, довольно неплохо. Но, поверьте мне, довольно часто ваши бои складываться будут гораздо хуже. Если вас где-то кто-то будет фокусить, то, соответственно, вас будут очень быстро разбирать. Танковать вам особо нечем. Эти рандомные рикошеты, которые были в процессе нашего сегодняшнего обзора, это не более чем нелепая случайность. Вот такой вот он Т-25. Покупать или нет, как обычно, решение за вами. Экономически, как я уже сказал, набор выгоден. Мое дело показать вам машину, такой, какая она есть на самом деле, и как она будет играться руками среднего танкиста. Я побежал снимать для вас следующее видео, а вы подписывайтесь на канал и поддерживайте его всеми возможными способами, если вам не сложно. Спасибо большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.